Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала. Вы на канале Пути к винтажам и старины. Сегодня я вам хочу представить вот эти три замечательных винтажных одеколона. Слева направо первый Кесма Айсберг. Известный мужской одеколон Айсберг. От парфюмерной компании Кесма Египет. Созданный в 1960 году. Далее идет Спартакус от парфюмерной компании Парфико Кайро Париж. И третий, это самый распространенный был, это Иве. Иве Аодеколон. Сирийский по происхождению. Итак, начнем с Кесмы, с компании Кесмы, который представляет Адеколон Айсберг. Объем 375 мл. Данный аромат создан в 60-е годы египетской компании Кесма. Которая сейчас уже не существует. Он пользовался необычайной популярностью в 1970-80-е годы 20 века в СССР. Этот мужской парфюм был создан, как я уже сказал, в 60-е годы прошлого века. Выпускался этот достойный аромат от парфюмерной компании Кесма Египет. Но во Франции, так как все известные бренды, как и сейчас, старались производство своих модных одежд, модных домов, парфюмов и так далее, производить в Париже. Это было более престижно, это было более выгоднее с маркетинговой точки зрения и так далее. Дизайн винтажного Адеколона Айсберг от Кесма замысловат и необычен. Фигурный ледяной флакон напоминает гигантский айсберг, который возвышается над водой. Так, вы можете видеть здесь вот эти граненые моменты. Крышка тоже высоковатая и везде, видите, прорези, деланные как лед. Так, далее. Кесма Айсберг принадлежит группе ароматов фужерной. Айсберг это парфюмерная композиция, которая составлена только на основе натуральных высококачественных компонентов и качественных эфирных масел. Вот некоторые ноты из пирамиды данного парфюма, так как полностью пирамида неизвестна, все нотки. Итак, некоторые из них зеленые ноты, цитрусовые ноты, древесные, амбра. А также восточные специи и приправы, которые обычно присутствуют в арабских духах. И в частности в духах кесма. Приятные такие горьковатые, кисловатые, островатые нотки разные, пряные и так далее. Так, если мы понюхаем данный аромат, так как я пользуюсь им, чувствуются сразу нотки бергамота. Далее, древесные ноты и специи, а также сладкая амбра, которая очень приятно ощущается и оставляет приятное, мягкое послевкусие запаха. Так, одеколон айсберг в наше время является очень большой парфюмерной редкостью, так как компания кесма прекратила свое существование, к сожалению. Также эта компания имела производство духов. Наиболее известные и знаменитые из них, это духи Кайро, а также флюве от кесма. И также есть, в общем, я уже сейчас не могу припомнить. Также я хотел бы отметить обязательно, что винтажные ароматы, пройдя сквозь долгие годы, не меняются, не теряются запахи, а становятся более насыщенные и вкусные. Если их держать правильно, соблюдая условия хранения, то есть держать в темном прохладном месте в закрытом виде, все ароматы прекрасно сохраняются. И даже с возрастом становятся более насыщенными, более мягкими и более богатыми. Как, например, те же коньяки, если сравнивать с коньяками, бренди и так далее. Я прокручу, чтобы вы видели, друзья, обзор полностью флакончика. Шикарный флакон. Так. Крышка притертая и нижняя часть состоит из капрона, чтобы полностью плотно закрываться. Запах очень приятный. Сразу ощущаются нотки, цитрусовые ноты. В частности, лимон, бергамот. А также древесные нотки. И снизу уже приятный запах. Мягкий, приятный запах амбры. Запах сразу же распространяется по комнате. Очень приятный, красивый запах. Так. Ну что, пойдем дальше. Далее у нас идет Спартакус от компании Парфико. От бренда Парфико. Вот он в середине. Данная компания представляла и была известна всего тремя ароматами. Двумя женскими и одними мужскими. Женские это были духи Папиллон от Парфико. В желтой упаковке. Типа похоже было на чайную упаковку. А также маскоте от Парфико. Такой же упаковки, в таком же флаконе. Только названия были разные. Итак, расскажу вам немного об аромате Парфико Спартакус. очень приятный, вкусный мужской аромат. Многие даже и женщины пользуются им по сей день, которые любят винтажи. Винтажные ароматы. Так, как и айсбергом. Итак, одеколон Спартакус это аромат для мужчин, который был создан, выпущен в 1970 году. Верхние ноты папоротник, ананас и бергамот. Средние ноты сандал, квоздика, можжевельник, лаванда и жасмин. Базовые ноты герань, амбре и мускусы. Я бы сказал, так как я немного уже разбираюсь в мускусах, я бы отметил, что в Спартакусе присутствует мускус цибетый, который называют цибетин. Цибета это такое маленькое животное семейство кошачьих, из которых доставали их по ихней пахучей, эти мускусы, которыми они метили свои территории, а также это и известные природные феромоны, которые привлекают противоположный пол. Так, наиболее слышимые ноты по мнению пользователей. Это можжевельник, амбра, бобы тонка, ананас, пирань, папоротник и так далее. Так, все так. Как известно, в описании, которые есть на сайтах парфюмерных и так далее, и на форумах, данные пирамиды, которые я перечислил, указаны не полностью, и иногда даже и не точно, потому что настоящие пирамиды этих запах, все ингредиенты, нотки, никому не известны. Некоторые парфюмеры и насы, которые создавали эти ароматы, и уже их нет некоторых в живых, и они унесли эти тайны вместе с собой. На мой взгляд, в аромате также присутствуют и альдегиды. Когда открываешь бутылку, флакон, то сразу чувствуешь, что там есть и альдегиды. Если кто понимает и разбирается, то хорошо сразу почувствует их запах. Также с помощью этих альдегидов, которые придают свежесть и летучесть запаху, он быстро распространяется в радиусе всей квартиры. В чем отличие Спартакуса от других мужских адекалонов тем, что у него более богатая пирамида, а также более деликатный, чувственный, тонкий запах и очень притягающий. Это одни из моих любимых парфюмов, вне зависимости от концентрации. Там есть Eau de Toilet, Eau de Parfum, Parfum и Adekalone. Так вот, вне зависимости от типа концентрации, это один из моих любимых ароматов, который актуален и по сей день. Его можно очень свободно и спокойно использовать. И он производит настоящий фурор. очень прекрасно на него оборачиваются и представители противоположного пола и нашего пола мужского. Так что это очень шикарный и актуальный запах по сей день. Spartacus от Parfigo. Так и как компания Kesma, которая представляла данный вот этот первый одеколон, который был создан в 1960 году. Так и компания Parfigo после 80-х прекратила свое существование. Хотя и Spartacus и другой аромат женский, который назывался папиллон, произвели настоящий фурор во всем парфюмерном мире и среди любителей их и пользователей. И они по сей день, духи, например, Parfigo, эти женские от папиллом, одни из самых редких, самых продаваемых и самых дорогих и интересных духов, у которых очень красивый приятный аромат, тонкий, как и в Спартакусе. Итак, друзья, друзья, описание одеколона Спартакус на одном из парфюмерных известных форумах или сайтах, так же приведу к вам. Так, здесь написано семейство ароматов фантазийные. Пол мужской или Pour Homme на французском. Год выпуска 1970-й. Парфюмер неизвестно. Начальные ноты, то есть верхний бергамот, ананас, папоротник, ноты сердца жасмин, гвоздика, сандал, лаванда, можжевельник, базовые ноты амбра, гераль, мускусы. Исполнение аромата туалетная вода. Характеристика аромата околдовывающий, ультрамодный, интеллигентный, денежный. Для какого возраста? Для молодежи, для среднего и элегантного возраста. Одекалом Спартакус также, кроме такого ультрамодного, околдовывающего и денежного, также называют мегасексуальным и притягательным, так как те, которые пользуются этим ароматом, пользовались и пользуются, становятся мегамодными, ультрамодными и очень сексуальными и привлекательными. У него такой очень глубокий и очень такой многогранный и поочередно окутывающий такой запах, который как магнит влечет к себе. Шикарный аромат, кто его не пробовал или не знает, очень рекомендую. Вы можете найти данные одеколоны и приобрести их на сайтах. На сайтах есть специальные сайты и аукционы, где продаются винтажные товары. Так что ищите их. Далее так так как он открывается аромат, то есть крышка здесь притертая таких как в кесме здесь вот тоже капрон на стекле, чтобы более плотно закрываться и открываться. Так и как в первом его нужно открывать тянув вверх. Или немного прокручивая туда-сюда тянешь вверх. Так ноты аромата когда его ощущаю например я, когда открываю пользуюсь и так далее. Сверху сразу раскрывается запах амбры и альдегидов, свежесть кисленькость кисленькость от можжевельника присутствует там сразу уже с первых этих в нюхах когда нюхаешь и ощущаешь. А также фруктовые ноты ананаса и также сладкость сладкость керани керани которая остается надолго после прохождения нескольких часов и некоторого времени на коже ощущаешь сладкость керани и амбры. Для тех кто хочет приобрести у меня винтажные товары ароматы духи и так далее хочу сказать что я отправляю по всей России и также зарубежным странам так что пишите обращайтесь у меня есть я оставлю вам под видео мои контакты вайбер вот сап и так далее также вы можете подписываться на мой инстаграм канал винтаж антик бутик чтобы следить за всеми свежими новостями а также подписывайтесь обязательно на мой ютуб канал данный жмите на колокольчик чтобы получать оповещения о новых видео а также пишите свои комментарии мне делитесь своим мнениями я буду очень рад читать их также хочу забегая вперед сказать что вы можете также делиться делая репосты в соцсетях так что надеюсь на вашу активность и любезность дорогие друзья от вас лайки подписка и репосты а также интересные истории в комментариях от меня свеженькие новенькие видео обзоры так немного о компании парфико кайро париж вот в задней стороне упаковки видите написано парфико слева кайро справа париж то есть типа совместная компания между кайром то есть египтом и парижем франция так объем 300 миллилитров вот видите на пачке тоже указано эудоколог на сипи а эти буковки сипи на золотистом фоне тоже означают кайро париж так поехали дальше спартакуз то есть фирма парфико была основана начале 20 века в египте это был очень известный торговый бренд который отличался высоким качеством своей продукции пользовался огромной популярностью в любой точке мира основой парфюмерных композиций парфико являются восточные ароматы при создании неповторимых композиций дизайнеры использовали только натуральные компоненты я бы сказал не дизайнеры а парфюмеры дизайнеры создают флаконы а не самаромат так в 70 годы 70 по 80 годы 20 века огромной популярностью пользовался одекалом спартакуз от парфико в его разработке принимали участие парфюмеры Египта и Франции флакон достаточно массивный с большим колпачком объем 300 мл одекалом спартакуз воплотил в себе всю неповторимость красоту и загадочность востока одекалом спартакуз дорогой и стильный мужской аромат картуавры не оставляет женщине ни капли сомнения что его обладатель умен сексуальным безупречен и обладает изысканным вкусом одекалом спартакуз аромат ушедшей эпохи но он актуален по сей день его аромат не вспутаешь ни с каким либо другим винтажным или современным ароматом это чистой воды шедевр который узнаваем и очень индивидуальный и фантастический запах так сегодня его можно встретить лишь в антикварных лавках а так же в винтаже о сайтах по продажам винтажей интернета аукционов и т.д. и т.п. качество его главное качество и достоинство способность вызывать сильные светлые благородные чувства так теперь еще одно мнение еще на одном из сайтах форума так это одеколон спартакус это настоящая роскошь воплощения традиций чувственности страсть мужчина с одеколоном парфико спартакус это настоящий герой который не задумывается броситься на помощь нуждающим это страстный неутомимый любовник способный перенести свою возлюбленную на самую вершину удовольствия подаривший ей неземную любовь безграничное счастье и наслаждение одеколон парфико спартакус создан для мужчин у которых нет недостатков одни сплошные достоинства в удивительном составе одеколона парфико спартакус использованы исключительно натуральные компоненты делающие аромат еще глубже и привлекательнее купить одеколон парфико спартакус значит прикоснуться к истории вот такие вот шикарные отзывы и мнения дорогие друзья итак перейдем на третий аромат уже тоже в стеклянном флаконе который также называют и хрустальными но хрустальных звонов и тех звуков нету по-моему обычное стекло так вот на них изображены цветки похожие на ромашки эудокологне эудокологне что означает одеколон так 75% вол ага и здесь под именем ОУД буковки Р А С компания РАС сирийская компания которая производила данный одеколон 80-е года тогда они были очень популярными в Советском Союзе и самыми распространенными и так же они славились и тем что в эти года была тесная дружба между Советским Союзом и Сирией данный одеколон вообще не вскрывался видите это фабричное золотистое это тесьма ленточка упакована фабричным видом фабричном стандарте и так так как этим одеколоном я тоже пользуюсь и пользуюсь поэтому могу смело сказать назвать его аромат и нотки аромат цитрусово-цветочный с оттенком древесных нот шлейф слабо сладковатый так как здесь мы видим цветок ромашки ромашек мне кажется все-таки там есть аромат ромашек такой немного горьковато цветочный запах ромашек присутствует так цвет вы видите такой светло-желтый тоже похожий оттенок на цвет ромашки так по обе стороны в середине написано ивы по обе стороны стоят львы и сверху мостик какой-то или корона а под ним 75% это уже концентрация парфюма так в соотносительности со спиртом итак что я хотел сказать об этом аромате видите чистый вид какой-нибудь осадков ничего нет состояние отличное желающие приобрести обязательно пишите и обращайтесь также оставляйте свои отзывы и впечатления кто использовал эти данные одеколоны винтажные нам будет очень интересно ваши отзывы и впечатления о них так аромат призначается для мужчин которые знают толк в парфюмерном искусстве и считают что достойны самого лучшего редкого и дорогого если приобретать то самое качественное и роскошное объем данного флакона также 300 миллилитров так спартакус 300 миллилитров ива 300 миллилитров лишь айсберг если бывает полным сих пор 375 миллилитров айсберг айсберг и айсберг